В большом здании администрации города Салават прошла вторая выездная пресс-конференция, на котором главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Динар Гельмудинов дал отчёт о работе за 11 месяцев 2016 года. Цифры говорят сами за себя. Если взять статистику, идёт снижение аварийности. Именно первый показатель, который нас в первую очередь интересует, — количество погибших. У нас практически на 16% идёт снижение количества погибших. На дорогах республики на сегодняшний день погибло 472 человека. Это тоже говорит о чём, что цифра большая. Мы находимся в критериях оценки пятой регион страны по количеству погибших людей. Это не говорит ни в коем случае, что ситуация очень такая хорошая. Если даже мы работаем, как я сказал, со снижением, это не говорит о том, что у нас всё очень-очень хорошо. Он подчёркивает, что это только выявлено, а сколько ещё нарушений осталось безнаказанным. Если сравнивать с показателем 2015 года, то уровень и количество нарушений тоже снизился. Заслуга в этом сотрудников госавтоинспекции немалая. Найти нарушителей сотрудникам помогают камеры, видео и фотофиксации. Благодаря технике количество нарушений снизилось почти на 20%. У техники есть ещё один плюс — она также экономит человеческий ресурс. Начальник ГИБДД также подчеркнул необходимость увеличения количества камер по республике. Мы поставили камеры автоурагана, так скажем, которые фиксируют заезд, выезд транспортных средств. Значит, со всех направлений республики у нас они и заездные есть, камеры, которые заехали, посмотрели. Сотрудников убрали? Убрали. Образно говоря, вот в городе Уфе у нас 5 СПМов работало, да, 5 СПМов. Мы там 74 человека держали. 74 человека, до чего? Когда можно перейти на современные методы работы. Сейчас камера фотофиксации. Вот глава республики пообещал нам, мы планово, тихонечко развиваемся. До 800 комплексов фотофиксации мы доведём. В течение 3-4 лет мы до 800 комплексов доведём, чтобы у нас по республике, по крайней мере, это было. Инспектора не нужны там уже. На сегодняшний день в республике постоянно проводятся мероприятия по профилактике нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется работе с детьми. Так, например, было отмечено организованной перевозке детей. Ведь 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего организованную группу детей. Тогда погибло 10 человек. Сотрудники госавтоинспекции моментально среагировали на это происшествие. Если у нас постановление правительства, там написано в течение 10 дней, обязаны подать заявку, но я своим сотрудникам, начальникам госавтоинспекции дал поручение, что никаких там 10 дней. Если есть там необходимость срочно решать, в течение суток будем принимать решение, никаких вопросов не будет. Но хотя бы нам сутки, двое надо обязательно, чтобы мы могли что-то сделать. Это не говорит о том, что мы взяли на себя ответственность и забыли. Вот каждый автобус контролируем. Доехал он до места, не доехал. В конце пресс-конференции состоялось награждение. Главный инспектор вручил благодарственные письма представителям СМИ за сотрудничество в деле пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.